В детстве каждый из нас мечтал стать художником. И я не исключение. И чтобы не откладывать мечту в долгий ящик, мы решили обратиться за помощью к настоящему мастеру живописи Маргарите Манис. Прибегнуть к помощи Маргариты мы решили вовсе не случайно. Художник считает прекрасным любое проявление творчества. Как и полотна Маргариты, уникален и ее подход к обучению. Никакой теории, никаких рамок. Нужно просто делиться с холстом тем, что идет из самого сердца. У нас сегодня с вами мастер-класс, но класс будет давать не мастер. А давайте мы с вами выберем тему. Какую у вас, что бы вам представлялось сегодня, например, весенний чудесный день солнечный? Ну, раз на улице все-таки весна, я думаю, это будет птичка. Да, замечательно. Давайте начнем птичку. Какую же краску выбрать? Акварель, акрил или масло? Перед каждым, кто впервые берется за кисть, возникает множество вопросов. Глядя на арсенал профессионального художника, просто глаза разбегаются. Выбираем масляные краски, как у настоящих живописцев. Такая мысль приходит в голову каждому новичку. А вдруг не получится? Но Маргарита успокаивает. Единственное в масляной живописи, это может какой случится неприятный момент, это можно вымазаться масляными красками. Холст испортить невозможно, потому что, чтобы не изобразилось на холсте, это состояние души. «Твори, как чувствуешь» – именно с этим лозунгом прошел мастер-класс у заслуженного импрессиониста. И даже если ваши полотна пока и не несут художественной ценности, ощущение от занятий живописью несравнимы ни с чем. Конечно, до Национального художественного музея эта райская птичка долетит вряд ли, но эмоции от картины, созданной своими руками, несравнимы ни с чем. Ожидаем вердикт. Ну, смотрите, какой у нас шедевр получился. И причем у нас был такой плана мастер-класс, что я совершенно не участвовала в творческом процессе. Мы общались на духовном уровне, а картина получилась замечательная, потому что человек полностью самовыражался, без всякого давления извне. Никакого моего давления, никаких других художников, никаких устоев, никаких направлений. Мы сюда не включали, а полностью свое выражение, полная свобода. И поэтому, мне кажется, получилась вот настолько замечательная работа. Ну что же, как выяснилось, плохих художников не бывает. Бывают невежественные зрители. А что же это за птица, предстоит выяснить орнитологам. Продолжение следует...